Музыка Здравствуйте! Я размышлял над тем, что мне рассказал мой дядя, и у меня возникло к нему несколько вопросов. О, привет! Добрый день! Скажи, пожалуйста, а какие еще есть стремления у человека? Хорошо, пойдем погуляем, и я отвечу на твой вопрос. В прошлый раз мы рассматривали существование отдельных живых существ, но совершенно упустили из виду то, что многие существа, и человек в том числе, живут в среде себе подобных. То есть в том, что можно назвать коллективом. Поэтому сегодня давай рассмотрим то, какие бывают группы живых существ, какие в них бывают стремления, как эти стремления там проявляются и развиваются. И начнем мы рассмотрение, как я уже это делал, самой простой или самой базовой формы коллективной организации. Я считаю, что ее можно описать как такую группу, такую массу существ, которые оказались в одном месте и в одно время. И вот уже одно это обстоятельство является основанием для того, чтобы из них возникла самая простая группа, самый простой коллектив. Если взять живых существ, то при этом они, как правило, еще ведомы каким-то стремлением. Ну, например, поиском пропитания или избегания от опасности. Вот, скажем, если взять насекомых, то, допустим, кровососущих, которые нам досаждают иногда, когда они, собравшись в одном месте, в одно время, в одном лесу, и когда мы туда придем, они будут пытаться нас атаковать. И когда они находятся в группе, когда их много, то им это сделать просто проще, потому что за каждым не уследишь. И у людей такую форму принято называть толпой. И я предлагаю использовать этот термин для обозначения вот этой самой первой формы коллективной организации. Это толпа. Какой-то сложной внутренней структуры организации у нее нет. Это просто живые существа, которые собрались в одном месте, в одно время и ведомы каким-то своим естественным стремлением. Это первая форма коллективной организации. При этом, может быть, и чуть-чуть более сложная форма коллектива. Да, это интересно. Хорошо. И, значит, мы подошли уже к такому типу коллективной организации, который обладает какой-то структурой или внутренней организацией. К примеру, если взять тех же самых насекомых, это пчелы или муравьи, которых тоже в этом лесу много. Я думаю, мы их даже найдем сегодня. Муравьи также организуются в коллектив, они живут в группе. Но при этом это не просто толпа, как, например, толпа вот этих комаров или слепней. У муравьей есть совершенно четкая структура или иерархия организации вот этого их коллектива. То есть там есть рабочие, воины, матка и так далее. Есть и другие примеры такой коллективной организации. Скажем, это животные, млекопитающие во многом, которые живут в том, что мы называем стада. То есть это коровы, другие копытные, например, даже прайд львов. То есть это тоже, по сути, некое стадо. И этих животных мы даже так и называем. Стадные животные, да? И человек в его естественном поведении тоже, в общем, к ним относится. Потому что, как я уже говорил до этого, человеческим детям для того, чтобы они выживали, продолжался род, нужно, чтобы их кормили, о них заботили, их заботили, защищали, воспитывали и так далее. То есть человек, как биологический вид, вынужден существовать именно в коллективе, в группе себе подобных. И для этого вида, для нас, для человека, естественно, что для решения вот этих задач, которые стоят перед группой лиц, то есть забота, воспитание, иногда появляется какая-то иерархия в зависимости от целей. Так вот, я рассмотрел два типа коллективной организации. Первый я обозначил как толпу, то есть в ней просто собираются живые существа в каком-то месте, какое-то время в одно, и ведомы своими собственными инстинктами. В толпе какая-то сложная, постоянная организация или структура отсутствует. И второй тип коллектива живых существ, из известных нам, это то, что я назвал как стадо. Этот тип коллективной организации тоже основан на естественных и видовых стремлениях вот этого вида, то есть каждой особи. Потому что, несмотря на то, что в муравейнике, скажем, какие-то живые существа выполняют разные функции, но это то, что этот муравей работает, этот защищает, это его собственное видовое стремление, то есть это его видовое естественное поведение, его естественные инстинкты. И поэтому вот эти два типа коллективной организации на самом деле могут быть описаны в более общей группе как форма групповой организации, форма коллектива, которая основана на естественных и на видовых стремлениях вот тех живых существ, которые их составляют. А есть ли более какие-то сложные коллективы с другими стремлениями? Да, такое возможно. Нам известны такие примеры. Я сейчас их приведу. Скажу сразу, что примеры таких коллективов, более сложных, естественно, мы знаем только на примере людей. Другие живые существа нам просто неизвестны с такой формой. А среди людей действительно встречаются случаи, когда их сообщество, их группа начинает реализовывать и стремиться к таким задачам, которые, в общем-то, отсутствуют в естественной и, скажем так, видовой форме человека. Можно взять пример с наукой и техникой, которые есть уже в человеческом обществе, и мы встречаемся с ними почти каждый день сейчас. Скажем, какие-то научные задачи, допустим, полет в космос, построение ракет или специальные научные исследования, они, конечно же, косвенно связаны с естественными и видовыми потребностями человека. Я про это потом еще можно подробнее поговорить. Но можно взять и другой пример, уже, скажем так, более неприятный. Это связано с войнами, которые есть в человеческом обществе. Все живые существа, все животные, если их не доводить до крайности, если у них есть хоть какая-то возможность избежать поединка, избежать схватки между себе подобными, я не говорю сейчас про хищника-жертву, конечно же, а вот волк с волком, медведь с медведем, ну или даже медведь с человеком, то животные стараются избежать конфликта. Просто потому, что даже если они окажутся сильнее, победят, то они могут пострадать, и это будет для них неприятно, они из-за этого потом могут погибнуть. И живые существа в своей массе, в основном в природе, они избегают конфликтов по мере сил. Тогда как человек может вести себя по-другому. И поэтому мы имеем пример с войнами, с завоеваниями, с уничтожением и так далее. То есть это тоже пример такого уже не очень естественного поведения. И даже как это не может показаться странным, проявления, известные как нацизм, расизм, они основаны на извращении стремления человека к чистоте. То есть в человеческом обществе, если обобщить вот этот положительный пример с наукой, отрицательный, с конфликтами, с войнами, то можно сказать, что среди людей есть возможность создания такого коллектива, стремление которого и стремление существ, которые будут в него входить, будут отличаться несколько от естественных для человека стремлений. Ну вот значит, с этими двумя типами возможной коллективной организации ясно? Да, с этим ясно. Хорошо, тогда пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, а могут ли у людей быть такие коллективы, где стремление совершенно отличное от естественных? Нет, не могут. Потому что я недаром начал рассмотрение того, что такое стремление, вообще всех стремлений самых базовых, самых основополагающих инстинктов стремлений живых существ. Как помнишь, я начал с инстинкта самосохранения, потом перешел к инстинкту воспроизводства и так далее. Если в живом организме, если живое существо попытается сколь-нибудь долго избегать проявления какого-то естественного стремления, оно просто не будет подходить, не будет соответствовать той окружающей реальности, в которой оно существует. Ну скажем, если создать общество или коллектив, в котором его члены совсем не будут заботиться о собственном выживании. Скажи, долго просуществует такой коллектив? Нет, такой коллектив просто долго просуществовать не может. Да, а если, допустим, они будут заботиться о своем выживании, но не будут заниматься воспроизведением потомства. Сколько такой коллектив будет существовать? Очень мало. Ну сколько-то, пока они все не перемрут, потом этот коллектив закончится. И на самом деле так обстоит дело со всеми естественными устремлениями человека. Они должны быть реализованы. Но при этом у человека, и человек это достаточно сложное живое существо, и когда говорится о том, что какие-то стремления основные, базовые, скажем, это инстинкт самосохранения или размножения, это не значит, что в каждой ситуации человек думает только о сохранении своей жизни. это не так. И мы знаем много примеров, когда люди выбирают заботу о потомстве или еще какие-то даже соображения чистоты, например, если очень хочется есть, но пища грязная, один человек ее съест, а другой нет. То есть, их поведение не различается. И поэтому у сложных живых существ, у таких сложных живых существ, как человек, их поведение настолько сложно, настолько вариативно, что какие-то инстинкты могут доминировать одно время, потом при какой-то ситуации доминируют другие инстинкты, стремления. И благодаря этому достигается очень большая приспособляемость и выживаемся вообще в виду и рода. Если бы люди думали все время только о своем выживании, то человеческий вид не смог бы достичь таких успехов в освоении мира, какие он достиг на самом деле. Поэтому естественные стремления должны быть так или иначе реализованы. Но у сложных живых существ, у человека возможна определенная вариативность, то есть определенные отклонения, определенные изменения. То есть может происходить по-разному. Но тем не менее в каждом коллективе должна быть возможность для реализации вот этих естественных стремлений. На них он основан. Дальше уже может быть различные изменения, различные отклонения. в каждом стремлений. Продолжение следует... Продолжение следует...